добрый день всем курим самаях мы снимаем наш сегодняшний пост сейчас прям в пост стр сразу после урока гимары и вот какой вопрос мы хотели бы обсудить еще раз значит сегодня перед минхой нужно дать за их или маха цита шекель до в память о том что давали половину шекеля во времена когда существовал храм и когда собирали пол шекеля на жертвы то давали сколько шекель шальтура хотя шекель шальтура и мы сказали что это у нас есть статья можно посмотреть ссылка то сказать да сейчас там большим баннером висит да шюр маха цита шекель у камешкаль тэй шеш грамм кэсов царов да это примерно 9 и 6 грамм чистого серебра да есть которые облегчают и говорят что это 8 грамм вопрос сколько нужно давать в памяти маха цита шекель да в память об этом половине шекеля мы говорили так сказать все варианты вы можете посмотреть в статье три монетки половинки да можно нужно ли давать нужно ли давать в по размеру сколько стоит девять с половиной девять и шесть грамм серебра или 8 грамм серебра по большому счету скорее можно облегчить дать 8 грамм серебра в принципе не обязаны давать по размерам восьми грамм серебра по размерам как бы количество серебра в половине шекеля не обязана это только и дурда мы сказали что это только как бы идеальное самое это сказать красивое самое совершенное выполнение этого обычая совершенно не обязательно это делать но тот кто хочет может это сделать так вот для тех кто хотят это выполнить таким образом ему и хотят сделать это на нашем сайте то это по максимуму если брать по цене по цене для розничной торговли включая рассылку и так далее это 26 шекелей то что у нас написано на нас написать татья написано в прошлом году и это были цены прошлого года 26 шекелей теперь в принципе розничная цена 9,6 грамм серебра это 22 шекеля если мы говорим о цене нами нам на рынка на бирже до мировой тогда это 19 шекелей если мы говорим о восьми граммах серебра то тогда это 21 с половиной шекель и то же самое как бы для цена как бы включая рассылку включая то что это розничная цена и то что это как бы есть посредничество и так далее 21 шекель это 8 грамм серебра но если то же самое 8 грамм как бы чистого цены серебра это 16 шекель 2 шекеля за грамм грубо говоря окей это то что те кто хотят выполнить в этом году и как бы мы взяли это из газеты и тэд найман газеты тэд найман каждый йом рви каждую среду публикуют цены на серебро поскольку это актуально всегда для выкупа первенцев знать сколько нужно заплатить денег для за выкуп первенца и поэтому мы всегда публикуется сколько стоит хамеш слоем да то есть это десять раз вот эта цена 9 6 умножить на 10 до это как раз 96 грамм серебра сколько это стоит это актуально для выкупа первенца не только в канун пурима окей это то что касается за их маха цита шекер в память о половине шекера теперь вопрос который у нас здесь на уроке когда мы изучали талмуд до трактат мигела мы сейчас изучаем и у нас возник вопрос геморраг говорит что чтение мигелы отодвигает все вплоть до изучения тор до вплоть до кроме единственный заповедь которую это сказать нужно выполнять не читать мигелу это если не дай бог нашли человека которого которого некому похоронить нужно его хоронить все остальное все другие заповеди уже пойти почитать мигелу послушать чтение свиткой ста в чем как бы причина почему это заповедь она такое имеет такую огромную силу да все заповеди включая так сказать постоянное изучение тора как бы и и шива закрывается все идут слушать чтение свиткой ста по идее может было хорошо поучиться там углубиться в какие-то вопросы законы почему-то сказать мудрецы так это постановили что чтение свиткой ста отодвигает все другие заповеди торы еще раз кроме человека которого некому похоронить до похорон такого человека говорит у меня возникла такая идея никто не говорит я где-то это слышал но как идея мне очень понравилась что такое чтение свитка ста благодарность всевышнему за то что мы в принципе существуем как еврейский народ то есть это вместо галеля да есть мнение в геморе что это вместо галель вместо про молитвы галель прославление читается мигела так вот идея в этом какая заключается что в пурим хотели нас уничтожить а мы сейчас остались мы живы и поэтому в пурим есть радость нужно делать именно трапезу не как в хануку что нужно устраивать прославление устраивать и нет заповеди о трапезе в пурим если заповеди о трапезе почему потому что это радость того что мы просто существуем так вот тут такая идея если бы нас не было если бы мы не существовали нет никому было бы не учить тору не выполнять заповеди ничего некому было бы делать понимаете и в этом как бы основная идея мигила чтение мигилы раньше так сказать это прежде всего нужно все отложить пойти слушать чтение мигилы потому что это в принципе наше существование благодаря за нас наше существование как факт и это действительно важнее всех заводишь важнее прежде всех заводей потому что если бы нас не было ник никому было бы делать заповеди если бы не было бы еврейского народа кто бы делал заповеди кто выполнял тору всевышнего и поэтому это прежде всего всем будем спасом и до свидания и помните что радоваться в пулем нужно тому что мы просто есть большое спасибо